В конце августа текущего года приговором Алмалинского районного суда Алматы различным сроком лишения свободы приговорена группа лиц по статьям 174 и 256 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Разжигание религиозной вражды и пропаганда терроризма». По версии следствия, осужденные Адилов, Нургалиев, Менбасов, Умбиталиев, Искаков, Саматов, Абдрахманов, Сулейменов, будучи приверженцами деструктивного религиозного течения салафизм, разжигали религиозную роздь, а также занимались пропагандой терроризма. Тем не менее, по сегодняшний день осужденными и их родственниками проведен ряд протестных акций. Так, осужденные объявили голодовку в условиях спецучреждения, а их родственники обращаются в разные инстанции, выражая свое несогласие с вынесенным судебным приговором. Боладбек Нургалиев был осужден на 8 лет лишения свободы. Именно он основал группу в мессенджере, где обсуждались религиозные темы. Мать осужденного Сауле Нургалиева уверена, что сына осудили без доказательств, а в чате состоящие в нем мужчины обсуждали коммерцию хобби-бэд. Вот там скидывали, например, новый человек, подписывались на чат, знакомые, да, вот хотят намаз читать, да, ну в чат вошли. Там мой сын был первым администратором БЛУ. И он открыл этот чат, открыл, там всего человек 10-20 вначале было. Он туда скидывал не свои лекции, не сам придумывал. Он брал вот эти лекции, которые доступны в интернете. Мать, я не могу сказать, ну все говорят саляву, он ни разу, нигде не сказал, что он саляв. Как рассказывает мать, Боладбек начал читать намаз еще в 2003 году. Ходил в мечеть, выучил арабский язык, изучал Коран. Намаз стала читать вся семья мужчины. Родители, братья, жена и снохи, сын. Мать утверждает, что семья придерживается определенной запретов. Женщины носят хиджаб. Это вот это все, вот этот текст, он пишется, да, вот пишет, да, посмотрите. Этот текст, он, это доступно в интернете. Он берет. Если, конечно, не будет ее сына, моего сына слушать, они мечетельские будут слушать. И будут вот так ходить. Стало известно, что еще один сын женщины Нургалеев Олжас и брат жены Нургалеева Боладбека, Мирзахметов Нурлыбек, находятся в розыске. Однако сама мать категорически отказывается отвечать на какие-либо вопросы о них. Это к этой теме не относится. Я на нее отвечать не буду. Я в диземстве отвечала. Это не их дело, не ваше дело, я скажу. Это никого не касается. Это ни капли не связано. Абсолютно вообще-то другое. Это вообще абсолютно другая тема. Нет, 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 нет. Нет, не может даже, быть не может. Сегипта пропал. Вообще-то не к теме, не к этой теме я не отвечаю. Такие вопросы не из-за этого вызывали меня. Это дело мое семейное. Я в чужую семью не лезу. И в государство не лезу. Я была к одному начальству, заходила, он мне сказал, вам не стыдно за своего сына? Я сказала, нет, мне не стыдно. Я говорю, ни капли не стыдно. В отношении Нургалеева Олжаса Дуйсенбековича, родного младшего брата Нургалеева Боладбека 27 апреля 2016 года было начато досудебное расследование по признакам статьи 257, часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Участие в деятельности террористической организации». Он в 2013-2014 годах выехал на территорию Сирии и принимал участие в боевых действиях. В ходе расследования дела действия Нургалеева-младшего переквалифицированы на статью 172 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Участие в вооруженном конфликте за пределами Казахстана». В данный момент Олжас находится в международном розыске. Мирзахметов Нурлыбек Абдебекович 1985 года рождения является младшим братом первой супруги Боларбека Нургалеева. Согласно источникам, до настоящего времени продолжает пребывать в рядах международной террористической организации. В отношении него также заведены уголовные дела по статьям 233 Прим. 1, часть 2 «Пропаганда терроризма» и статьями 164, часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Разжигание религиозной вражды» в редакции от 1997 года. В настоящее время он находится в международном розыске по линии Интерпола по красному бюллетеню. Хайсин Дастан Маратович 82-го года рождения ранее являлся приверженцем радикального ислама. Также имел связь с Боладбеком Нургалеем. 11 января 2018 года в специализированном межрайонном уголовном суде Карагандинской области состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Хайсина Дастана подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 174, часть 1, 256, часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ранее Хайсин был экстрадирован в Казахстан. Свою вину он признал полностью, заключил процессуальное соглашение о признании вины. Суд приговорил Хайсина к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в уголовно-исправительном учреждении средней безопасности. Еще один осужденный, Азамат Умбиталиев, был осужден на 5,5 лет лишения свободы. Он также состоял в чате в мессенджере WhatsApp, который создал Нургалиев. По словам его матери, Анжелики Беляевой, он сделал перепост цитаты некоего ученого, которая якобы находится в открытом доступе. Анжелика рассказала, что ее семья многонациональна, члены семьи относятся к разным религиям, но ее муж и дети, сын и дочь, являются мусульманами. Дочь и сноха носят хиджаб. Умбиталиев со школы посещал мечеть, много читал религиозной литературы. По словам матери, ее сын не признает свою вину. Женщина считает приговор предвзятым и не согласна с ним, несмотря на представленные в суде доказательства. По ее словам, состоящие в чате молодые люди познакомились лишь во время следствия. На нас они ходили как-то в школе так, бегали, а вот когда уже более осознанно, до срока, как полтора года, он вот у меня вошел в религию. По ее словам, семья готова отказаться от гражданства страны, если приговор не изменится и уехать в Европу. Вместе с Нургалеевым осудили еще семь человек, но были и другие люди, которые попали под влияние его идеологии. Они находятся в местах лишения свободы. Нур-Лебек был осужден по статье 256, часть 2. Теперь, сидя за колючей проволокой, он сожалеет о том, что не отнесся серьезно к религиозным убеждениям и считает, что нужно доносить до людей правильные знания о религии, а не те, что доступны в интернете. Там много запрещенной информации, считает он. В интернете я познакомился с человеком, я вот на Грибалтабаеву, я вот с ней познакомился, это была женщина. И в тот момент я сам хотел никак себе сделать. И она мне начала предлагать, дала вот такие видео всякие, телеграмм скачаем, там же там типа комитетики не узнают и все. И вот в дудуку попался в расстание с того места. С Нур-Лебек он встречался лишь единожды. Столовый колал в 2016 году на Курбан-Байрам. Но потом продолжал с ним общаться. Также Нур-Лебек утверждал, что к сроку его подвела девушка, с которой он познакомился в интернете и намеревался провести некие свадебный обряд по мусульманским традициям. Еще один осужденный, который уже готовится к освобождению, признается, что ошибся и в трудный для себя момент оказался под влиянием деструктивного течения. Мужчина одумался, но было уже поздно. Ему светил срок. Он уверяет, что его религиозные взгляды значительно поменялись в заключении. Выйдя на свободу, планирует заняться бизнесом. По его словам, среди знакомых у него были люди, которые примкнули к международным террористическим группировкам. Многих из них, говорит он, уже нет в живых. По мнению мужчины, причина решения уехать не желание заработать, а недостаточные религиозные знания и неправильные убеждения. Он уверен, в переводах Корана могут быть ошибки и неточности. Лучше изучать его в оригинале, то есть на арабском языке. А можно общение найти? В интернете нужно много что найти. Это интернет, то есть. Но это потом это всего лишь переводы. Нет, это ошибки. Он утверждает, что Болатбек Нургали, с которым он тоже знаком, обладает не совсем правильными знаниями, так как поначалу не знал язык. С ним осужденный познакомился в 2002 году на свадьбе одного из друзей. Еще один осужденный Болат признался, что придерживался нетрадиционных религиозных взглядов, в частности, салафизма с 2007 года и до тех пор, пока его не посадили. Уверяет, что на сегодня понял то, что это течение далеко ушло от истинных религиозных знаний ислама, правильного понимания Корана, сунны, хадисов. Каждый хадис пророка Мухаммада его нужно понимать так, как понимали ученые, которые до нас нанесли эту религию. По его мнению, в Казахстане салафизм приводит к терактам и другим печальным последствиям. Сейчас мужчина вернулся к традиционному исламу. С одним из заключенных Адиловым, осужденным вместе с Болотбеком Нургалиевым, он познакомился в 2011 году через общего знакомого, практикующего мусульманина и единомышленника. Мужчина говорит, что салафитов делят на несколько категорий. Одни из них менее радикальны, но они тоже в зоне риска, так как могут перейти в другую категорию радикальную. Сейчас Болотбек уверен, нужно правильно относиться к религии, но и благодарен тому, что пришел в ислам. То есть книги это огромное сокровище, исламское сокровище, мусульманское, именно мосхам, ученые мосхам Буханифа. Поэтому, мне кажется, не стоит сейчас искать некоторые вопросы и смотреть, как живут страны, другие, арабские страны, и так далее. У них другие религиозные школы, правовые, у них другой менталитет, уклад жизни, история своя у них и так далее. У нас реальные тоже другие. Поэтому, надо смотреть именно на реальность на сегодняшний день. На сегодняшний момент вопросы религиозно мотивированного экстремизма и терроризма относятся к мегатрендам. И исследователи отмечают много факторов, которые способствуют радикализации личности. Среди этих факторов есть психологические, есть психиатрические, есть чисто религиозно-идейные и особое место занимает вербовка в сети интернет, в социальных сетях. А вот по исследованию, которое было проведено несколько лет назад среди казахстанских экстремистов и террористов, было выявлено, что 40% наших радикалов были завербованы, были заражены вирусом религиозного радикализма в сети интернет и в социальных сетях. Поэтому на сегодняшний момент информация религиозного характера, которую наша молодежь черпает из, значит, мировой паутины, она представляет некую опасность и потенциально человек, который берет знания из сети интернет, есть вероятность, что он окажется среди этих радикалов и экстремистов. С чем связан салафизм? Салафизм в условиях Казахстана связан с утратой культурной и национальной идентичности. Салафизм связан с обвинением окружающих в неверии, в многобожии, в новшествах. Салафизм ставит знак равенства между теми язычниками, которые жили во время пророка Мухаммада и между современными мусульманами, которых они считают, естественно, язычниками и еретиками. Размещая религиозные статьи, комментарии и материалы в интернете, люди не осознают, что совершают преступления, подобные Нургалиеву. Такие, как он, являются источником радикализации наших граждан и в последующем ломают как свою, так и судьбы других людей. Субтитры создавал DimaTorzok